Михаил Шентельманов Михаил Шентельманов, директор А.Семкин 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 Война только-только начиналась, украинцы встали на защиту своей родины. Извините, может быть, там в моих словах прозвучит для кого-то излишний пафос, но я видел своими глазами, как украинские мужчины и женщины шли защищать свою страну, шли на фронт. В том числе мои близкие друзья, товарищи, коллеги, извиняющиеся, глядя в глаза своим начальникам, говорили, извините, ради Бога, но я не могу оставаться на работе, я не могу оставаться здесь, я хочу пойти на фронт. И вот эти толпы у военкоматов были, и вот эти вот украинские мужики на самом деле дали отпор агрессору, который собирался через три дня маршировать торжественным маршем по Крещатику. А как сейчас? Здравствуйте всем присутствующим. Я в Киеве, конечно, и вообще я всю войну в Киеве, все два года. Две недели был на войне в Израиле, а так два года в Киеве, поэтому, естественно, я говорю только с этой точки зрения, только отсюда. Во-вторых, я сразу хочу сказать, что я буду очень суврать и говорить, так сказать, не в какой-то глобальной там перспективе, и поэтому я даже 10 лет сокращу до двух. Все понятно, что война идет 10 лет, безусловно, для Украины, но вот для все-таки всех украинцев она идет два года. Потому что два года назад, вот я помню прекрасно эту ночь, когда на нас обрушилась вся мощь Российской Федерации, и в течение полутора месяцев Украина была на грани существования. Было понятно, что вот еще немного, если немного еще получится у россиян, все, Украины не будет. И такая ситуация была, наверное, трижды за время этой войны уже. Ну, в разных масштабах, конечно, но все-таки была. Это когда окружение почти, полуокружение Киева, полуокружение Харькова и Николаева, когда, ну, от моего дома русские танки стояли в 20 километрах, на таком же расстоянии высаживался десант, диверсионные группы отстреливались просто у меня на улице по ночам, потому что стрельба была постоянная. Но потом наступил для нас большой праздник, когда в конце 29 марта по 2 апреля был разгром россиян под Киевом, и все это было бесконечной канонадой в Киеве, которая была бесконечно слышна. Это был первый раз, когда Украина была на грани существования. Второй был тяжелый момент, реально, летом 22 года, когда ЧВК «Вагнер» захватила Лисичанск, Северодонецк, и большие пуске попас на рубежную, то есть пошел такой большой прорыв, это все угрожало реально прорывом фронта, и тогда решалась судьба второй раз Украины, потому что был вопрос в чем, не было оружия. То есть первое, да, вы правы, что отразил народ, отразили, как вы говорите, украинские мужики, но с оружием, которое еще было, с тем, которое было у украинской армии. Но оно закончилось, элементарно закончились снаряды, все закончилось. И вот тогда ЧВК «Вагнер» вступил в дело, у Украине было нечем сопротивляться. К счастью, пришли на помощь очень быстро американцы, европейцы, все эти гаубицы французские, немцы. Все это было совершенно неожиданно, что французы первыми передадут нам гаубицы, что британцы передадут нам первыми какие-то дальнобойные ракеты и так далее. Ну и «Хаймарсы», конечно, американские, сыграли свое и остановили Россию с кармой. Потому что это было тоже масштабное наступление, которое могло закончиться военной катастрофой. И третья такая ситуация была зимой, с 22-го в 23-й год, когда Россия выбрала стратегию уничтожения инфраструктуры. Как признает мэр Киева Кличко, Киев был в одном дне от тотальной эвакуации. Потому что если бы еще один день не удалось подать электроэнергию, замерзла бы система отопления, и все было бы здесь невозможно находиться. Мы жили здесь все в темноте, у нас электричество было там у кого-то 2 часа в день, у кого 4. Холодно, естественно, и так далее. Ну такое было, напоминало блокадный Ленинград. Но как-то все пережили, а сейчас Украина в другой форме, абсолютно находится в другой форме. И сегодня вот варианта немедленного уничтожения Украины уже не существует, и это люди понимают, конечно, в Украине. Конечно, жизнь сейчас гораздо более беззаботная, ну вот честно. Да, один миллион человек на фронте, но в Киеве сегодня пробки, рестораны, мирная жизнь. И, кстати, люди с фронта это приветствуют. Они, когда приезжают ко мне, говорят, ребята, вы здесь живите, мы, знаете, для этого там воюем. И ситуация другая, потому что есть регулярные поставки оружия. Мы сейчас отдельно можем американский кейс рассмотреть. Да, его мало, да, его недостаточно для победы, безусловно. Но посмотрите на цифры. Германская военная помощь с 1,6 миллиарда в 2022 году выросла до 7,1 миллиарда в этом году евро. Это только военная составляющая. Французская с 1,5 миллиарда до 3 миллиардов в этом году. Британская там выросла незначительно, но выросла. А еще прибавились Нидерланды, Дания, Швеция. Все они дали самые большие пакеты помощи. И это все обеспечивает некий гарантированный, пусть минимальный, но минимально необходимый поток военной техники, снарядов и, кстати, финансов. Потому что вот Европа выделила 50 миллиардов евро. Это обеспечивает, так сказать, просто жизнь людям в Украине, которую тоже очень сложно обеспечить. Украинцы это видят, и поэтому вот согласно опросам, например, был такой вопрос задан Киевским международным институтом социологии, сколько вы еще готовы терпеть войну? И на опросе, который проведен на прошлой неделе, 73% украинцев сказали, готовы терпеть сколько угодно. 73%. А теперь, внимание, сколько было в 2022 году летом? 71%. А в 2023-м 73%. То есть это цифра, которая не меняется. Так же, как, в общем-то, не меняется процент уверенных в победе. И действительно, как Алена совершенно справедливо сказала, там разные люди по-разному эту победу видят. Но процент уверенных в победе порядка 85% украинцев. Но есть кейс отдельный. Это, к сожалению, американская военная помощь. И это грозит нам большой бедой, то, что ее сегодня нет. Как видим, уже потеряли Авдеевку, и даже сам Байден признал, что это из-за отсутствия американской военной помощи. Потому что не хватает снарядов, не хватает снарядов для фронтового ПВО, прежде всего. Это большая беда. И как сегодня сказал президент Зеленский, прямо сегодня, он сказал, что украинцы выживут без американской военной помощи, но не все. Это правда. Поэтому состояние сейчас такое, что на самом-то деле надо все время помнить, что 1 миллион, ну на самом деле миллион 300 тысяч примерно человек сегодня на фронте, так или иначе, ну на фронте, в тылу, в армии и в органах полиции воюют против Российской Федерации. Мы же не должны про них забывать. Мы все время помним про тех, кто не хочет воевать, но забываем про тех, кто воюет. И нельзя забывать о тех, кто в тылу до сих пор, вот уже два года и третий год, плетет сети эти маскировочные, делает окопные свечи. Я просто это вижу, это бесконечное количество, просто бесконечное количество людей, которые заняты этим всем. Все женщины в тылу, вот все, какую-то часть времени своего уделяют вот таким образом помощи в армии, помощи армии, чем могут. Ну и сколько люди донатят на все это, тоже как бы не вопрос. Почему все это так? Потому что эта война, я сейчас говорю давайте снова про войну двухлетнюю, она на два исхода. Вот на два, не на восемь вариантов, нет восемь вариантов окончания этой войны. Либо будет уничтожена Украина, уничтожена, и такая возможность есть. Я не говорю, что Украина победит как раз, я не говорю, что это прям решенный вопрос, ничего подобного. Конечно, иначе бы люди не гибли сегодня на фронте, если бы это был решенный вопрос. Вот есть сценарий под названием «Россия победила». Что это означает? Это означает, выполнены планы Путина. Когда диктатор что-то говорит, надо прислушиваться. Он говорит то, что собирается делать, это правда. Путин говорил, что собирается нападать, и напал, все так и случилось. Путин сказал в интервью Такеру Карлсену, мы претендуем на Киев, на Одессу, на все, что до Днепра плюс Киев. То же самое повторил вчера Дмитрий Медведев, второй человек, между прочим, в России. И сегодня они, прямо сегодня, они убивают людей в Одессе и Днепре. Я говорю физически, именно сегодня, сейчас людей пытаются извлечь из-под завала в Днепре. То есть они продолжают это делать. Что будет, если получится у России захватить? Вот не будет, будет уменьшаться помощь, не хватит нам снарядов, и придется уступать место за местом, территорию за территорией. Любой украинец, который останется на оккупированной территории, будет уничтожен, убит физически россиянами. Об этом сказал Медведев. Он сказал, у вас будет два выбора. Либо вы становитесь россиянином, мы переделываем вас в россиянина, либо мы вас уничтожаем физически. Это сказал зампредседателя Совета Безопасности России. Поэтому надо к этому прислушиваться, то есть это правда. И украинцы про это знают, что они будут уничтожены. Поэтому сегодня при отступлении уже никто не остается на оккупированной территории. В Авдеевку взяли без единого жителя, Бахмут взяли без единого жителя россиянина. Уже только случайным образом какие-то гражданские люди к ним попадают. Потому что все знают про детские пыточные в Херсоне, все знают, что было в Буче и что происходит прямо сейчас на оккупированных территориях. Поэтому один выход – это победа России и уничтожение, соответственно, украинского народа и украинской государственности. Тогда что будет дальше? Ну тоже все знают, дальше Россия пойдет дальше. Есть планы, они обозначены. Сомнений нет. Второй исход возможный – это только, конечно же, уничтожение путинского режима. По-другому никак. Невозможно победить Россию. Вот военным путем вышли такие границы 1991 года и сели, закурили, сказали, ну все, день победы, порохом пропах, пошли по домам. Так не будет. Только уничтожение путинской России как государства в принципе. И образование на этом месте какого-то нового чего-то, что, я надеюсь, присутствующие в зале будут строить. Это второй исход. Вот других нет. И еще один нюанс. Когда говорят, что есть какие-то промежуточные варианты, а давайте вот эти области отдадим России, подарим, и тогда будет мир. Во-первых, мира не будет, но все это понимают, наверное, это разумные люди. Это раз. Второе. Вот я говорил с военными из украинской армии. Они мне рассказывают следующее. Говорят, Михаил, смотрите, у нас в армии воюют представители всех регионов Украины. У нас воюют люди из Львова, но воюют люди из Николаева, из Киева, из Херсона, из Запорожской области, из Донецка, Луганска, из Ялты и из Севастополя. Украинцы у нас тоже воюют. И каждый из них говорит нам, люди, жители оккупированных территорий, ну, люди, которые с оккупированных территорий, подождите, то есть мы сейчас освободим Мелитополь, а Севастополь мой освобождать уже не будем? То есть я сейчас воюю за ваш дом, а мой вы освобождать не будете? Именно поэтому украинская армия тоже остановиться не может. Перерывы возможны, перемирия возможны, но глобально исходов два. И это надо помнить, когда мы говорим с кем угодно, с Западом, между собой, когда говорим вот сейчас. Исходов два. Не надо придумывать никаких третьих промежуточных вариантов. Их не существует только в качестве временной меры на месяц-два. Все будет как в Карабахе, например, да? Могут быть перерывы, но в конце есть окончательное восстановление международно признанных границ. Вот и все. Спасибо, Михаил. Вы позволите короткое отступление. В эти дни очень многие люди вспоминают, что с ними было вот той страшной ночью с 23 по 24 февраля. ночью и утром. Вот вы знаете, я в ту ночь не спал. Я смотрел заседание Совета безопасности, которое обсуждало по просьбе Украины вопрос о незаконном признании так называемых ЛНР и ДНР. Ну, там все правильные речи говорились, выражалась поддержка Украине. Но в какой-то момент раздались взрывы. Не там, не в Нью-Йорке, не в зале заседания Совета безопасности ООН. А за окном я услышал, как вдали рвутся снаряды, ракеты, бомбы. Квартира моя была в центре Киева, да, но очень хорошо ночью раздавались звуки далеких вот этих вот ракетно-бомбовых ударов. А потом в какой-то момент у меня было ощущение, что над крышей моего дома, а квартира у меня была на верхнем этаже, на бреющем полете пролетел реактивный истребитель. Потом мне сказали, что так звучит крылатая ракета. Такой звук она оставляет. И потом Путин стал выступать. Путин стал выступать, когда уже обстрелы начались. И при этом поразило меня то, что заседание Совета безопасности, которое транслировалось в интернете, продолжалось, как ни в чем не бывало. Люди говорили о повестке дня, которая уже в этот момент полностью себя исчерпала. И я сказал, черт возьми, в какой-то момент. Ну почему там никто не зайдет туда в зал, не подаст председательствующую или кому-то выступающую записку, в которой было бы написано, что послушайте, господа, началась война. Уже то, что вы сейчас обсуждаете, уже не актуально. И так это заседание и шло, и шло, и я, честно говоря, его не досмотрел. Но я подумал, что вот это был абсолютно реальный, весомый, ощутимый, визуальный образ полного бессилия, традиционной дипломатии, традиционной системы безопасности, которая существовала в тот момент в мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова